Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие роллы. Обалденнейшие! Они настолько классно пахнут. Я реально настолько соскучилась по роллам. И давайте приступим. Где мой меч? Так. Я реально очень голодная. Я сегодня целый день туда-сюда, туда-сюда замоталась. И причем все это вам подробно снимало мой продуктивный день. А потом оказалось, что мой телефон опять начал глючить. В одних моментах слышно слишком громко, в других моментах слишком тихо. Это очень бесит. Тына сняла столько материала, столько интересного материала. И все просто коту под хост. Я решила пойти посмотреть, как же снимает камера, которая продается у нас для влогов. Насколько хорошо она ловит фокус и все эти моменты. Потому что мне хочется снимать для вас влоги. Но на что снимать? На телефон очень тихо. Уже нашла магазин, где есть наличие именно эта камера. Как раз магазин находится недалеко от моего дома. Быстренько сгоняю, посмотрю. Как раз и денежку с собой возьму. Очень вкусные роллы. Не знаю, я голодная. Все всегда говорят айфоны. Это телефоны, у которых нет проблем. Годами пользуюсь, нету. Головной мороки. Но по факту, как видите, есть. Посмотрите, какой огромный ролл. Какой он красивый. Как много сыра внутри. Рыбка. Вообще обалдеть. Раньше наши совместные видео с флоти набирали очень хорошие просмотры. Но последнее наше видео как-то, знаете, не особо зашло. То ли аудитория уже привыкла видеть меня одну, как я одна хомячу. То ли мы неинтересно как-то начали снимать. Но факт остается фактом. Почему так происходит, я не знаю. Мы хотим снять для вас челленджи. Тиктоки. Есть такие тиктоки, которые одна просто не снимешь. Вообще хочу стать более продуктивной. То есть свой день распределить так, что у меня, например, каждый день готовый влог. Готовый 2 мукбанка. И плюс еще где-то 5 тиктоков. Свободного времени не должно быть. Чем больше человек занят, тем больше он успевает. Иногда бывает день, например. Я устраиваю себе выходной, но давненько такого не было. И прям ничего не делаю. Я понимаю, что в этот день... Ой, господи. Заболталась. В этот день я все равно устала. Заляпалась. Видимо, слишком много болтаю. Не базаряй, когда ешь. Вчера вечером у меня прям такие, знаете, нехорошие мысли. Прям такой, знаете, депрессняк на меня навалил. Я решила посмотреть какой-то интересный фильм, который может меня отвлечь. Я посмотрела пункт назначения. Смайл. Я настолько разволновалась, что вообще забыла про свои проблемы. Про что у меня в жизни творится. Настолько было интересно. Что ты будешь делать? Что мне все валится-то, а? Короче, фильм оказался очень страшный. И не то, что я отвлеклась. Я просто не могла сосредоточиться на фильме. Мне казалось, что сейчас кто-то выйдет и убьет меня. Я очень люблю ужастики. Но когда я их смотрю, у меня начинаются все болезни, так скажем. Начиная с лунатизма, я начинаю ходить по ночам. Заканчивая просто депрессией. Поэтому в последнее время я старалась вообще ужастики не смотреть. Но вчера... Это реально очень интересный фильм. Наполовину я выключила, закрыла дверь. Сидела вот так вот, дрожала, что, блин, сейчас придут и меня убьют. Заснула в 4 часа ночи. Представляете? Я давно смотрела в детстве еще пункт назначения. Мне реально очень понравился этот фильм. Я смотрела, типа, какой-то рейс. Люди должны были поехать куда-то. И все люди, которые были в этом дейсе, они погибали. Лучше ужасы не смотреть. Мне поднимается настроение, когда я смотрю какие-то комедии. Или, например, какие-то передачи, что-то вроде, пусть говорят. И там говорят, например, про историю, как трудно в жизни, например, женщине с 11 детьми от разных мужей. И я такая сижу и думаю, блин, как круто живется. Как же классна моя жизнь. Во всех мелочах надо искать позитивные стороны. Я когда сидела на диете, я смотрела видео, как раз-таки, про ожирение, такие передачи. Знаете, как мотивировало вообще? Когда сидишь на диете, точно нельзя смотреть мукбанки. Меня очень часто спрашивают после видео про похудение, Айка, сними еще одну часть про мотивацию. Я не знаю, что сказать. Осталось всего 5 роллов. Давайте начнем с этого. Когда я слышу роллы, у меня сразу первая ассоциация, это Филадельфия. Если у вас тоже, то пишите в комментариях. Я помню, мы первый раз заказали роллы. У меня у подруги был день рождения. Мы пошли в лучший ресторан, где готовят роллы. И просто каждый заказал один сет и решили посидеть покушать. Мы 4 человека, которые никогда в жизни не ели роллы. Как вы думаете, мы доели? Когда нам все это пришло, мы такие сидели. Фу, как это воняет, как это можно есть. В результате ничего не поели. Встали и ушли, представляете? Если бы сейчас Айка была бы там, Айка бы все это смела. Жалко, нельзя вернуться назад. Просто у нас роллы были нетронутые. И вот сейчас вот проблема в том, что сейчас вот я нюхаю, слушаю аромат. То есть нету такого аромата, как был тогда. Почему, когда впервые мы пробуем роллы, нам кажется это гадостью? Я не понимаю. Потом ты просто живешь, чтобы есть роллы. Вот после этого я решила, что все, роллы я никогда есть не буду. Но потом судьба меня познакомила с Фатей. Человек, который очень любит морепродукты. И вообще, когда плавает, может спокойно взять какого-то карася и там прям в воде его съесть. Я наелась. Мне хочется лежать. Идея покорять мир отменяется. Вот почему именно эти, они разваливаются. И последний красавец, которого мы сегодня захватим и съедим. Почему ты разваливаешься? Почему так часто пропадаешь? Вы этого не видели? Как же это было вкусно. Это реально было очень вкусно. Если вы тоже соскучились по роллам, не отказывайте себе в удовольствии. Закажите и давайте пожрем. На этом все. Я бегу покупать себе фотик. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok